Всегда высоко ценится кожаное сырье качественной выделки. Оно применяется в различных сферах, от одежды, аксессуаров и обуви до предметов интерьера. Выделка кожи относится к древнейшим навыкам цивилизации. Сегодня значительно усложнилась технология обработки и выросло качество продукции. При правильном подходе производство кожи является выгодным бизнесом. Основные работы, выполняемые на кожевином предприятии, это подготовка, дубление и отделка. Сначала шкуры вымачивают в сольных барабанах. Затем на конвейере удаляется волос, подкожный жир и сырье отправляется в дубильный цех. Здесь с помощью химсостава выводятся микроорганизмы и получается материал, из которого получают кожу разнообразного оттенка и качества. В больших цехах обработанная кожа высушивается и расслаивается, сортируется по качеству. Самым ценным является верхний слой. Из среднего делают стандартные вещи. Из обрезков изготовляют дешевую прессованную кожу. Кожевинное производство – это работа под заказ и всегда существует план по предложению кожи конкретного цвета. Окрашивается кожа во вращающихся барабанах, приобретая еще и эластичность, упругость и износоустойчивость. После этого кожа называется краст. Она отжимается и отправляется на сушку. Сушат красты, как белье, на кронштейнах под потолком цеха. Разноцветные красты смотрятся живописно. Мебельная кожа сушится иначе, натягивается на рану. В отделочном цехе красты получают блеск и водоотталкивающие свойства. Готовая продукция хранится в рулонах, поскольку складывать ее нельзя. Для производства шкур потребуется отжимной станок от 10 тысяч долларов, промышленный строгальный от 2 тысяч, мездвильный станок от 10 тысяч, двоильный станок от 15 тысяч долларов. Оборудование производится в Германии, Чехии и Китае. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok